Во вторник в Кировске прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В программе концерт, традиционное шествие со свечами и чествование ветеранов у памятного знака. В этот же день на постаменте Стеллы снова загорелся вечный огонь. Череду мероприятий открыл праздничный концерт. В фоле Дворца культуры зрителей стечала тематическая фотозона и подготовленная работниками Центральной библиотеки литературная экспозиция. Сам концерт начался документальной хроникой о событиях военных лет и обращения к залу кировчан. Я помню. Я помню. Я помню. Я помню. Вокалисты, хоровые коллективы, танцоры все в этот день языком искусства говорили о войне. У вчерашних пальчиков киностерки новые и письмо от мамы самой. После концерта горожане собрались на Центральной площади. Традиционная акция «Шествие со свечами» объединила как никогда много народа. В этом году мы проводим эту акцию уже в пятый раз. Это наш юбилейный год. Впервые мы провели к 70-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. И вот уже пятый год кировчане поддерживают нас в проведении этой акции. Они нас защищали, они для нас побеждали, чтобы мы жили под красивым синим небом и чтобы мы каждое утро просыпались, ходили в школу. Они побеждали и выигрывали. Они выиграли, победили. И я пришла ради того, чтобы поблагодарить их. Открыл «Шествие» торжественный митинг, начало которого ознаменовали звуки государственного гимна. Очень радостно видеть такое большое количество людей, особенно молодежи, детей, в эту знаменательную дату. Этот день, день разгрома фашистов в Заполярье, он еще больше приблизил великую победу. Этот день, он и яркий, и в то же время горький. Тысячи жизней, тысячи людей остались на полях сражений. От лица всех работников Апатита поздравить вас с этой датой освобождения Заполярье от фашистских захватчиков. Жизнь города Кировска всегда была связана неразрывно с комбинатом и в годы войны особенно. Бомбежки города и в первую очередь комбинаты начались буквально с первых дней. Все мы знаем, что Апатит работал на нужды фронта, выпускал и фосфорные бомбы, и штыки. И 44-й год, это стал год в том числе возрождения комбината, потому что именно в том году, в то время, заново начался выпуск Апатитового концентрата, потому что он уже нужен был стране. С каждым годом участников шествия становится все больше. Теперь это не только школьники города и официальные лица. Кировчане поддерживают мероприятия семьями. По завершению митинга все вместе с горящими в ладонях огоньками памяти поднялись по главной лестнице и направились к памятному знаку. Зажженные свечи одна за другой занимали место на постаменте Стеллы и в нишах стены памяти. Здесь же у Стеллы собрались ветераны. Право зажечь вечный огонь предоставили председателю Кировского совета ветеранов Олегу Шубину. Сегодня мы зажигаем огонь, чтобы он горел здесь и в наших сердцах. Вечная память погибшим землякам. Вечная слава, кто среди нас. Тех героев Великой Отечественной, кто еще среди нас, к сожалению, с каждым днем остается все меньше. Но в память о всех них в Кировске снова горит вечный огонь. В память ушедших почти минутой молчания и орудийными залпами. Первыми возложили цветы к памятному знаку руководители города и предприятия «Апатит». После чего букеты живых цветов вручили ветеранам. А дальше к Стелле с цветами потянулись горожане. Очень важный день. Это память. Я стараюсь, чтобы мои дети тоже это понимали. Поэтому всей семьей судьи здесь. Волны трав печальные прошумят. Приложу главу и помолюсь. За почивших воинов в боях, Жить вся Даша за Святую Русь. Юбилейную акцию «Шествие со свечами» поддержало как никогда много кировчан. А между тем ее вдохновители – сотрудники Кировского историко-краеведческого музея – уже готовы предложить горожанам поддержать своим участием и другие новые мероприятия, которые будут проводиться в стенах музея в этом сезоне. Кировчане в возрасте 50 лет и старше приглашаются на первое мероприятие из цикла «Ближе к вечеру в четверг». Тема первой встречи – «Школьные годы чудесны». А для учеников с 6 по 8 классы на базе музея каждую пятницу будет работать кружок хибиногорца.